Главного героя акции зовут Котман. За спиной у него, как у настоящего супергероя, плащ – флаг Одессы. Кот в мешке символизирует проект генерального плана, который собираются принимать на сессии городского совета 18 июня. Одесситы возмущены и называют генеральный план генеральным разрушением города. Я согласна с тем, что там есть недостатки, что нужно еще работать. И основное, что меня волнует, чтобы сохранилась старая Одесса. Пусть строят новые районы, но не разрушают памятники, архитектуры, парки. Участники акции передали в городской совет Кота и 7,5 тысяч подписей одесситов против принятия документа. 7,5 тысяч подписей с телефонами, с людей, чтобы вы видели, как подпечатать ваши. На Домской площади одесситы разложили сам проект генерального плана, чтобы каждый увидел, чем грозит Одесса принятие этого документа и какие зоны могут оказаться под угрозой застройки. Очень обидно, когда все то, что у нас есть, все самое красивое, постепенно переходит из нашей городской собственности в какие-то частные проекты. Несмотря на это, в городском управлении градостроительства и архитектуры генеральным планом довольны. Пришло время, когда его нужно принять и принимать в таком виде, в котором он доработан. Я еще раз говорю, что почти все замечания учтены и отработаны. В свою очередь, противники принятия генплана в такой редакции уверены, что документ не решает стратегических задач. По их мнению, генеральный план нужно исправить и только потом вынести на рассмотрение городского совета. Мы не можем понять, куда люди реально вкладывают на сегодняшний день свои деньги. Рассуждаем громко об инвестициях, а на самом деле анализировать, что происходит в нашем городе, никто не анализирует. Без этого невозможно понять, какая будет инфраструктура города. Противники нового генплана намерены продолжать акцию «Генеральный протест», которая уже стартовала в нашем городе. Зеленые ленточки символизируют несогласие с намерением утвердить генеральный план. Инициаторы движения призывают одесситов принять участие в масштабном митинге, который назначен на 18 июня в 8 утра на Думской площади.